МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Умные каникулы. В лагере Березка открылась профильная смена. На пользу общества. В Чебоксарах прошел третий форум некоммерческих общественных организаций. Необычный формат знакомства. На Чебоксарском электроаппаратном заводе для первокурсников ЧГУ организовали просветительский квест. В Республике прошел третий форум некоммерческих организаций. НКО в правительстве региона называют движущей силой развития Чуваши. Кому помогают общественники и какие проекты находят поддержку, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. За круглым столом обладатели грантов президента России. Федерации фитнеса и аэробики продвигают здоровый и подвижный образ жизни. Получив поддержку, спортсмены начали проводить утренние зарядки в школах. Гимнастика с профессионалами привлекает учеников. Но главная задача проекта, чтобы дети болели меньше. Благодаря поддержке российского детского фонда в Республике действует и школьная лига по волейболу. Грант выиграли, разыграли. 16 тысяч детишек участвовало в течение 4,5 месяцев. И мы с вами подводили итоги. Вот вы со всеми призерами фотографий на поле. Как сборная? Работаем. Победители? Есть победители хорошие. Представители НКО оказывают поддержку и людям с ограниченными возможностями. Молодой предприниматель из Чебоксар намерен начать серийный выпуск инвалидных колясок с электроприводом. Выезжаю на этой коляске, захожу в гараж или там где он у них хранится, беру, ставлю, зацепляю и поехал. Это совсем другое состояние и другие скорости, ощущения. В чем нуждаетесь? Вот у нас здесь Владимир Александрович, тоже доктор, профессор технических наук. Надо найти еще хорошего предпринимателя. И эти идеи через разработки должны на самом деле появиться на рынке. Чувашскому национальному конгрессу гранты помогли провести праздник о году и на Байкале, и в Крыму. В этих регионах проживают немало уроженцев республики. В среде НКО увеличивается и количество поисковых отрядов. В общественной организации ВЕДА предлагают провести раскопки в Заволжье на месте дислокации 95-го стрелкового полка. На форуме мы выразили благодарность главе Чувашской республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву за помощь, оказанную поисковым отрядом Чувашии, молодежи, которая позволила привлечь дополнительно молодежь для изучения военной истории нашего Отечества. Нам бы хотелось иметь свой собственный музей поискового движения, где бы мы могли размещать экспонаты. В этом году в конкурсе фонда грантов президента победили сразу 10 организаций республики. Впереди второй этап. Его итоги подведут на этой неделе. Михаил Игнатьев отметил, что НКО реализует проекты, приносящие пользу людям. Занимаемся в нашей общей совместной деятельности над вопросами повышения качества жизни. Президент России Владимир Владимирович Путин в своем указе номер 204 от мая текущего года поставил перед нами стратегические задачи. А самое главное, все вы в этом зале поменяли роль пассивных наблюдателей на ответственное отношение к окружающему миру и возможность реализовать свои собственные идеи и проекты. И когда отношения выстраиваются на принципах уважения и доверия, конечно, люди в вас верят. И вот очень такой хороший слоган и на чувашском, и на русском языке. «Петян аслы и чаребулушны бе твачи». Сердце – вот истинный рычаг всего великого. Сейчас в республике действуют свыше тысячи некоммерческих организаций. Поддержка НКО увеличивается каждый год. Только размер гранта от президента достигает миллиона рублей. Но эффект от реализации проектов деньгами не измеришь. Большинство общественных активистов стремятся изменить жизнь к лучшему. У нас будет отдельная секция по развитию территорий, по развитию сельских территорий, по развитию малых городов. Мы будем обсуждать, как развивать малые территории за счет тех ресурсов, которые есть на этой территории. Сейчас очень многие общественные деятели говорят о том, что необходимо действительно межсекторальное взаимодействие. То есть мы правительственные организации, масс-медиа, СМИ, социально-ориентированный бизнес должен сегодня услышать нас, для того, чтобы мы могли действительно сообщать, действовать и активировать вот этот капитал человеческий в нашей республике. В ближайшее время в республике намерены создать и центр НКО. Это инициатива руководителей организаций. Предложения, озвученные на форуме, лягут в основу стратегии развития региона. Дмитрий Ковалев, Алина Сусметова и Андрей Шоклев. Республика. Сегодня исполнилось 100 лет с момента образования Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Комсомол был самой массовой молодежной организацией не только в нашей стране, но и в мире. Некоторые годы его численность доходила до 40 миллионов человек. Основной задачей Союза было воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. И решалась она блестяще. Эта общественная организация сыграла огромную роль в истории нашей страны. По истории молодежи Чувашии можно изучать историю всей страны. Первые комсомольцы участвовали в колхозном строительстве и индустриализации. Боролись с неграмотностью и голодом. В годы Великой Отечественной войны работали на военных заводах и в сельском хозяйстве. Собирали средства на строительство военной техники. В мирное время организовывали соцсоревнования, боролись за высокую производительность труда. И, конечно, участвовали в жизни района города-республики. Звонит Константин Яковлевич, директор. А Венер строит стадион, новый, большой. Лен Прокопч, он был тогда зампредседатель горсполком, позвонил. Это Константин Яковлевич мне говорит. Прочит это на субботе комсомольцев. Пожалуйста, это организуй. Я подумал, Константин Яковлевич, ну придем мы после работы. Два-полтора часа поработать. Что мы там можем сделать? Давайте, говорю, это самое с обеда. Попросим начальников цехов, чтобы это нам дали. Ну давай. Тысячи человек за раз на стадионе. Я не скажу, что каждый день, но в неделю раз мы там бывали. Они верили в светлое будущее и даже не допускали мысли о том, что комсомол, как общественная организация, перестанет существовать. В стране поменяется власть. Да и сама страна станет совсем другой. Тем более трогательно читать письма из прошлого, которые было очень модно писать в советские годы. В эти исторические дни мы делегаты 15-й комсомольской конференции Чебоксарского ордена Трудового Красного Знамени и Хлопчатого Мажного Комбината обращаемся к вам, первопроходцам 21 века, претворяющим в жизнь наши светлые мечты горячими словами привета и самими лучшими пожеланиями. Конечно, романтический ореол комсомолу придает время. Большинство из нас объединяют приятные воспоминания о юности, друзьях, туристических походах и литературных диспутах. Не стоит забывать, что это была сильно идеологизированная организация с четко выстроенной иерархией, в которой готовили резерв для КПСС. Но вопреки, а может и благодаря этому, опыт комсомольской работы пригодился многим. Я думаю, что меня комсомол научил двум, может быть, самым главным вещам. Это умение общаться с людьми, или, как сейчас говорят, коммуникациям. Потому что общение с людьми – ведь это умение найти компромисс с человеком. Его надо, с одной стороны, убедить в чем-то, но, с другой стороны, его надо слушать. А второй, я думаю, что очень большая школа – это была организаторская. Было же очень много интересных дел, которые от души делали. Студенческие строительные отряды, комсомольские оперативные отряды, пост номер один, я участвовал в этом деле, отдых детей, когда мы своих вожаток туда направляли. Но это же была живая, настоящая работа, которой, я думаю, она приносила какую-то пользу. На этой неделе сельхозтоваропроизводители Чувашии отметят профессиональный праздник. С какими результатами заканчивают год аграрии республики, обсуждали сегодня в Доме правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. На селе работ не в проворот в любое время года. На этой неделе к зиме должны быть готовы все животноводческие комплексы. Еще не закончено болот зерна. Урожайность достигает 24 центнеров с одного гектара. В прошлом году было 27,1 центнеров с одного гектара. То есть на 3,2 центнеров с одного гектара урожайность в этом году меньше. Лидерами по валовому сбору зерна являются Яльческий район. 59,3 тысячи тонн зерна. Цивильский 52,7 тысяч тонн района. Наибольшее урожайное зерновых и зенобобовых культур в Урунарском, Яльческом, Цивильском районах. Также в Урунарском, Красноармейском, Аргаврском, Румарском, Чебоксарском, Яльческом районах убрано 989 гектаров кукурузы на зерно. При урожайности 36,9 центнеров с одного гектара. Работу завершили и картофелеводы. В этом году в республике убрали более 140 тысяч тонн второго хлеба. В регионе были увеличены и площади хмельников. Это перспективная культура. Цена у нас в циклопродукцию сейчас какие сложились? На зерно, не раз мы называли, больше 11 600 рублей тонна. Зависит от качества действия. Сладок собирает на чувашковый продукт, другие за 12 рублей, также ячмень. Что касается, на зерно очень неплохие цены. Здесь, как глава республики неоднократно отмечала, есть соблазн, конечно, сегодня продать, заработать деньги, но в то же время мы должны подстраховаться. Над этим мы работаем. С учетом того, что зимы могут перезимовать не очень хорошо, надо фонд дополнительных семян создать. Члены правительства обсудили и планы по сокращению очередей в детских садах. Чтобы создать ясельные места, республики из федерального бюджета выделят порядка 2 миллиардов рублей. Средства будут направлены на строительство 14 дошкольных организаций на 2840 мест. Это 9 детских садов в городе Чебоксары и по одному в Комсомольском, Чебоксарском, Сыгирских районах, городах Канадш и Чебоксарск. Нужно отметить, и это естественно, что не все родители отдают ребенка в сад по достижении двух месяцев. Обычно отдают после достижения полутора лет. Поэтому, если считать это реальной потребностью, то доступность мест в яслях в настоящее время по республике составляет 58,3% от потребности. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики временно возглавил первый заместитель Владимир Максимов. Экс-руководителю ведомства Владимиру Михайлову председатель Кабмина вручил благодарность. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. Важнейшая государственная задача – охрана водных ресурсов. От качества воды зависит жизнь и здоровье людей. Как сохранить природу и обеспечить экологичную безопасность, на днях обсуждали в Вишкороле. В столице Мариел прошел открытый межрегиональный форум прокуратур Приволжского федерального округа и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Чистая вода – залог здоровья и благополучия всей планеты. Казалось бы, простые истины, но почему-то помнят о них не все. Главные источники загрязнения водоемов – промышленные предприятия. Они сбрасывают неочищенные источные воды. По данным специализированных ведомств, таковыми считаются почти 70% вод, попадающих в Волгу. За последние полтора года прокуроры в ПФО выявили более 2500 нарушений в сфере охранного законодательства, одной из главных речных артерий страны и ее притоков. В результате в тесном сотрудничестве с заинтересованными структурами удалось восполнить пробелы в законодательстве, связанных с установлением береговых линий. На кадастровый учет поставлены наиболее проблемные участки водоохранной зоны Куйбышевского водохранилища. Наработана определенная судебная практика рассмотрения дел, связанных с освобождением береговых полос. Проблемы по сохранению национального достояния можно решить только совместными усилиями органов власти, прокуратуры и общественности, уверены участники форума. В Чувашии по иску природоохранной прокуратуры построены биологические очистные сооружения в Алатаре. К ответственности привлечены десятки нарушителей. Прокуроры добиваются материального возмещения ущерба. В прокуратуре Калининского района города Чебоксары ликвидировано загрязнение отходов, а именно нефтепродуктов, которые были обнаружены в том числе средствами массовой информации на территории Якимовского оврага города Чебоксары. В результате чего в настоящий момент на этом месте произошла рекультивация земель и земли в настоящий момент обретели чистый вид. Кроме того, на этом прокуратура не остановилась и в настоящий момент в суде рассматривается иск к нефтеперерабатывающей компании, виновнику данного загрязнения по возмещению вреда, который они починили в природе в размере более 130 тысяч рублей. В нашей республике есть определенные проблемы. Это, как и висеть для всего Волжского бассейна, сброс неочищенных сточных вод. В мере прокурорского реагирования охвачены все предприятия, которые непосредственно осуществляют сброс неочищенных или недостаточно очищенных стоков. По сравнению с 2016-2017 годов, уже объем недостаточно очищенных стоков уменьшился в два раза. С 12 с лишним кубов, миллионов кубов до 6. Затронули на форуме вопрос подъема затонувших кораблей и их фрагментов из Волги. Лежащие на дне остатки окисляются и загрязняют воду. В этом направлении предстоит еще большая работа. Подобные встречи помогают найти общее решение важных для Волжского водного бассейна проблем. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика. Уже почти месяц в Чувашии работает новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Сумма за сбор, перевозку и утилизацию мусора теперь рассчитывается исходя не из количества квадратных метров в квартире, а с каждого прописанного человека и составляет 74 рубля 44 копейки. Эту и другие темы обсуждали сегодня на совещании в администрации столицы. В ноябре горожане получат очередные квитанции. В ней появится новая строка по обращению с отходами. Раньше она входила в другой вид услуг. Управляющие компании должны быть готовы к тому, чтобы еще раз объяснить жителям, из чего сложилась такая сумма. Кроме того, собственники жилья теперь самостоятельно будут вывозить строительный мусор, образовавшийся в ходе ремонта квартиры. За строительный мусор несет бремя оплаты собственник, образователь этого строительного мусора. Сломал перегородки в своей квартире? Будь любезен, заплати за этот строительный бой на свалке, заплати перевозчику на полигоне, имея в виду. На совещании еще раз вернулись к сроку сдачи в эксплуатацию дома номер 9 по улице Петрова. Мы сказали жителям, будущим жителям этого дома, что в ноябре вручим им ключи. Оказали вам помощь сейчас в реализации этого проекта. Поэтому по необходимости мне сообщайте, если будут какие-то текущие проблемы. Мы нашими муниципальными службами будем оказывать содействие. Но вы обязаны. В ноябре дом сдать. Готовятся в столице и к празднованию Дня народного единства. 2 ноября пройдет большой этнографический диктант. Он покажет уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих на территории России. Будут работать 13 региональных площадок, 10 в Чебоксарах. Кроме этого запланированы митинги, концерты и другие праздничные мероприятия. Ольга Алексеева, Бахсиар Вилеев, Республика. Первокурсники факультета энергетики и электротехники Чувашского государственного университета имени Ульянова познакомились с Чебоксарским электроаппаратным заводом. И этот день они точно запомнят. Почему? Об этом Ольга Пырочкина. Студентам нужна работа по специальности, электротехническому кластеру, молодые кадры. А городу, чтобы мозги не утекали, например, в Москву. Чтобы убить сразу трех зайцев, стороны организовали необычное знакомство будущих инженеров, первокурсников Чувашского госуниверситета, с возможным их будущим местом работы, в формате квеста. Напутствовал ребят глава города Евгений Кадышев, который сам когда-то закончил этот факультет. Очень тяжелый факультет, тяжелые задачи, тяжелые задания. Но мы учились, старались и выросли, так сказать, нормальными инженерами, потому что никто из нас до конца жизни не перепутает фазу с линейным напряжением. 140 человек разделили на 7 команд. Мы команда номер один! Впереди 8 станций по всей территории завода и 8 заданий на время. Первое – определить средства индивидуальной защиты для работы в электроустановках. Честно скажу, все правильно сделали. Минут 0,4. Молодцы, ребята! Дальше – профильные загадки. За неправильный ответ – 10 приседаний. Первая загадка. Для электриков закон нам придумал доктор... Правильно. Вторая загадка. Коль пожара не хотите, нужен вам... А где тушусь? Нет. Да, председайте. Один из самых сложных моментов. Вам нужно будет собрать электрическую цель, чтобы загорелся светодиод. С лимоном. С лимоном, да, все верно. Будущие инженеры знают, что лимонная кислота – это электролит. Оцинкованный болт играет роль отрицательного полюса, а медная пластина – положительного. Приходится повозиться, но в итоге диодная лампочка загорается. Команда номер один с голубыми браслетами приходит к финишу второй. Между станциями ребята успевают заглянуть в офисы и цеха завода. На самом деле квест, мне кажется, удался нам очень понравить. Было интересно проходить все станции. Ну, чувствую сплоченность команды. Лично я вот увидел современную технологию, современные цеха. Возможно, тоже в будущем хочется взять свою жизнь сейчас. Опыт оказался удачным, а значит, такие знакомства продолжатся. Руководство города планирует создать в столице республики своего рода молодежный клуб для будущих инженеров. Самому городу необходимо, чтобы формировалась такая интеллектуально-инженерная среда среди молодежи. Чтобы молодые люди между собой на профессиональном языке разговаривали о проблемах, о проектах, о новых разработках. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика. В Чебоксарах прошел третий республиканский слет Чувашского регионального отделения Российского движения школьников. На одной площадке собрались юные спасатели, экологи, космонавты, теле- и радиожурналисты. Российскому движению школьников три года. За это время в каждом регионе страны заработало свое отделение. В Чувашии они есть во всех районах республики. В этом году на слет приехали более 700 ребят. Сегодня встречаются с экспертами, известными людьми в своей области. То есть такие эксперты, которые могут донести ребятам суть своей профессии. И ребята могли бы загореться и пойти по их следам. Будущие инспекторы дорожного движения, медики, космонавты. Ребята работают на 12 площадках. Интерес к профессиям большой. Я хочу стать будущим археологом. Меня это очень сильно интересует, как человека. И также наша школа ежегодно ездит на мероприятиях, раскопках. Я также хотела побывать. В гимназии номер один в Ядрине работают четыре основных направления. Личностное, творческое развитие, информационно-медийное и военно-патриотическое. На слете сегодня проводится 12 открытых площадок дискуссионных, где наши гимназисты активно будут принимать участие. На каждой площадке от одного до двух учащихся. Они с удовольствием участвуют и уже сегодня говорят, очень круто здесь. Классно и круто. Екатерина Цыганова на слете первый раз. Она учится в кадетском классе и выбрала близкий по духу проект Юнармия. В этом году мы участвовали в этих играх, заняли первое место на районе и выехали в Чуварскую республику. Там мы получили седьмое место. След прошел, работа продолжается. Ребята разъехались по домам, чтобы на местах найти себе единомышленников для реализации интересных проектов. Алина Сусметова, Ольга Алексеева, Игрызверев, Республика. Ура, каникулы! Вздохнули с облегчением сегодня все ученики. Не надо идти в школу. Отдохнуть можно используя, к примеру, в специальной профильной смене умныеканикулы.ру. Посмотреть, чему учат ребят, в лагерь «Березка» отправились мои коллеги Юлия Важенина и Андрей Спиридонов. Для чего нужен компас? Как по карте определить путь домой? И почему так важно ориентироваться на местности? Ответы на эти и другие вопросы ребята узнали на мастер-классе «Спортивный лабиринт». Это очень интересный вид спорта, даже можно говорить. Все связано со спортивным ориентированием. Самое главное, у каждого ребенка такая карточка, и ребенок без компаса должен правильно пройти эти контрольные пункты. Ориентирование местности очень интересно. Можно, если ты забудешь в лесу, выброса. Очень прикольно, обучающе. Каждый день профильной смены тематические. Например, сегодня школьники учились вязать узлы. Не простые, а морские. Чтобы завязать прямой узел, нужно завязать два простых узла, очередовать их. Кладем правую руку, завязываем простой узел. Кладем теперь левую ручку, завязываем. Следующий простой узел у нас получится прямой узел. Прямой. Он считается правильным, правильным издревле. Есть еще другой узел, который называется бабий. Бабий считается неправильным прямой. Бабий узел в каких-то ситуациях. Очень быстро можно развязать. Диане Филиппове вязание дается легко. И за 45-минутный мастер-класс она уже многому научилась. Я узнала то, что бывают разные узлы. То, что есть узлы, которые могут соединять несколько веревок. То есть, например, прямой узел, как нам показали. То, что если будет мокрая погода, то его невозможно развязать, прошу прощения. Его можно только срубить топором. Завершающий мастер-класс на сегодня – азбука солдатам. Школьники сами пробовали разбирать и собирать автомат Калашникова. Умение разбирать автомат Калашникова может пригодиться для различных походов. Но это вообще развивает мелкую моторику. И поэтому мелкая моторика всегда пригодится в жизни. Хоть смена и профильная, но это прежде всего лагерь. А значит, здесь не только учатся, но и находят время на развлечение. Иначе какой же это отдых? Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее полезная информация. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Высоким ценам – красный свет, а покупателям – зеленый. В магазине «Светофор» можно купить товары для дома по низкой стоимости. В этом убедилась Вера Бреднева. Со своей семьей в «Светофоре» бывают раз в неделю и без покупок не уходят. У нас такая вот салатница в магазине – 180 рублей, а здесь всего 60 рублей. Есть разница. Мне надо посуду. Я сюда иду в первую очередь посмотреть, чтобы мне посуду набрали. Там одежду гляжу обязательно, обувь, продукты, питание. Всякие сладости. Ну, все. Постельно всегда здесь дешево тоже. Большой выбор бытовой химии, автозапчастей и хостоваров. На полках «Светофора» можно найти все необходимое. В продаже товара известных российских брендов широко представлена сезонная продукция. Новогодние украшения, сапоги, валенки. «Светофор» – магазин низких цен. Пока одни выбирают обувь, другие – кофе. А к нему нужно взять конфеты, печенье или даже торт. В «Светофоре» разнообразный ассортимент продуктов питания. Без большой продуктовой тележки не обойтись. Покупатели к этому уже привыкли. «Светофор» работает в Шумерле три года. В честь юбилея нашего магазина у нас проходит большой розыгрыш. Условия простые. Вы совершаете покупку на 2000 рублей, получаете купон на кассе и 2 декабря в 13.00 участвуете в марафоне подарков. Выгодных вам покупок. 12 подарков, главный из которых – стиральная машина, телевизор и пылесос. Акция идет уже две недели и желающих испытать удачу с каждым днем становится все больше. У мужа день рождения, можно и стиральную машину. А так какому подарку будете рады? Если стиральная машина еще будет и телевизор. Надеяться будем на удачу. Испытайте и вы свою удачу. Совершайте покупки и участвуйте в розыгрыше призов от магазина низких цен «Светофор». Субтитры создавал DimaTorzok